Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Последняя капля. Алтайские фермеры грозятся поддержать новосибирских крестьян, которые из-за низких цен на молоко хотят пустить коров на убой. Новые нормативы. Кто в Крае будет платить за воду больше прежнего? Ретроавтомобили, оружие и солдатская каша. Сегодня в Крае честовали память погибших в самой кровопролитной войне. Сегодня день рождения у четвертого по численности населения города Края. Новоалтайскую исполняется 76 лет. В честь этого события, а также в преддверии Дня Великой Победы, горожане заложили капсулу времени с посланием для потомков. Вскрыть ее и прочитать завет следующее поколение сможет в 2042 году, в день векового юбилея города. Подробнее об этом в сюжете Валентины Аскеровой. История возникновения города во многом обязана Белоярской крепости, которая положила начало Белоярску одному из микрорайонов современного Новоалтайска. Два с лишним века крепость была фортпостом, то есть военным укреплением. Позже здесь образовался рабочий поселок Чесноковка. А 8 мая 1942 года официально стал городом. Позже был переименован Новоалтайск. В честь 76-го дня рождения города на одной из его центральных улиц заложили капсулу времени с посланием для потомков. Живите настоящим, думая о будущем и помня прошлое. Любите наш город так же, как мы. Несмотря на непогоду, отправить письмо в будущее пришли десятки человек разного возраста. К грядущему поколению горожане обращаются уже в третий раз. Так в прошлом году жители Новоалтайска вскрыли капсулу, которую заложили в далеких 90-х. Дети, школьники, которые заложили это послание, пожелали, чтобы они были патриотами нашего города, чтобы они продолжали традиции, которые начали их теперь уже деды, отцы. Послание полетело сквозь время к уже повзрослевшим детям. Учитель начальных классов Надежда Васильевна привела своих маленьких подопечных сюда, чтобы спустя 24 года именно они первыми вскрыли тайник и услышали голос из прошлого. Доживем мы или нет, я не знаю, а ученики мои обязательно доживут. И поэтому сегодня было очень важно, как они внимательны, как они дисциплинированы, как они поняли важность этого события. Люди, которые здесь были, они будут вспоминать эти годы. В этом году в Новоалтайске произошло еще одно историческое событие. Ему присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития. А это значит, есть надежда, что город будет разрастаться. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Сибирские фермеры бьют тревогу. По сравнению с прошлым годом закупочная цена на молоко упала до рекордных 17 рублей за литр. Это на треть ниже, чем в прошлом году. О причинах и перспективах далее в сюжете. По мнению экспертов, к снижению цен приводит и переизбыток продукта на рынке, и импорт сухого молока, а также несоответствие молока международным стандартам. Проблема коснулась не только крупных аграриев, но и частных крестьян. Фермеры из соседней Новосибирской области, сообщает Политсибру, отмечают. Если цена не повысится, придется сокращать поголовье. То есть вырезать скот. Иначе оплачивать налоги и кредиты крестьянам будет не с чего. Ситуация в хозяйствах Алтайского края ничуть не отличается от соседей. К примеру, остров стоит вопрос в немецком национальном районе. Вот так же и сижу, думаю, приходится только вырезать, и все остаться без ничего. И как поднимать детей, не знаю. Вырученных денег с продажи молочного сырья, говорит фермер, не хватит даже на покупку кормов для животных. Поэтому пока крестьяне вынуждены работать в ущерб. С приходом лета объемы надоев только увеличатся. А как показывает практика, переизбыток предложения не приводит к повышению цен. Анастасия Бертенева, Наши новости. Работодателей, которые будут устраивать молодых инвалидов, а точнее людей от 18 до 44 лет, обещают поддержать правительство Алтайского края. Поддержать материально, сообщает официальный сайт региона. Сделать это планируют за счет средств краевого бюджета. Возмещать расходы индивидуальных предпринимателей будут службы занятости. Денежное возмещение на оснащение рабочего места инвалида не превысит 100 тысяч рублей. Столько же средств предусмотрено на создание инфраструктуры доступности рабочего места. Планируется возмещать также затраты на оплату труда наставников, людей с ограниченными возможностями и частично оплачивать труд самих инвалидов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в Центр занятости населения по месту нахождения, отмечают в Министерстве труда края. Четверть потребителей водоснабжения в крае будут платить больше за воду. Речь идет о людях, которые не пользуются счетчиками. Для них стоимость коммунальной услуги в этом месяце вырастет почти вдвое. Алтайское управление по госрегулированию цены тарифов увеличило общедомовые нормативы на воду. Так, в Барнауле за одного человека придется платить, исходя из нормы, в 4 куба за холодную и 3 за горячую. Разработчики нововведений разбили край на 7 климатических зон. Для каждой территории свой норматив в зависимости от среднегодовой температуры и продолжительности отопительного сезона. Также значение имеет категория жилых помещений, их 4. В разработке нормативов участвовал и общественный совет при управлении по тарифам. По мнению его представителей, новые правила – хороший стимул для жителей установить индивидуальные счетчики на воду. Так как сейчас поставляют воду, по сути, вслепую и расходуется больше необходимого. А наши поставщики этой услуги будут знать, сколько нужно поднять воды, очистить и сбросить природу. У нас сегодня водоканалы не знают, сколько нужно. Они поднимают и подают потребителю больше, чем получают за оплату. То есть идет элементарное открытое воровство. А теперь к главной теме этой недели – Дню Победы. В преддверии Большого праздника в Барнауле презентовали трейлер документального фильма «Высота». Он посвящен одному из самых кровопролитных боев на Карельском фронте в самом начале Великой Отечественной войны. Примечательно, что лента сделана алтайскими жителями и исключительно об алтайских героях. Первые кадры кино увидела наша съемочная группа. Она потеряла папу дважды. В 9 лет, когда он ушел на фронт, и через пару месяцев, когда с ним оборвалась связь. Отца Руфины Малютиной Василия Невежина отправили на север, в Карелию. Все, что он оставил в памяти маленькой дочери, была забота. Сквозь строчки единственного письма. Как маме поступать надо в войну? У нас же 6 человек. Она справилась с этим заданием. Так же, как и отец, выполнил свой долг. Остался на поле боя. В Карелии сибирский батальон из тысячи человек готовили к войне 5 суток. А потом бой у деревни Ругозера. Пункт, который нельзя облаздать. Выжили единицы. Треуголка Василия Невежина и подтолкнула его потомков создать фильм о тех героях. Алтайский режиссер Вера Уразова работала над лентой 5 лет. После экспедиции на север, говорит, там и сейчас земля дышит войной. Там сохранились окопы, зоты, доты, блиндажи, ячейки наших солдат, потому что в 1941 году каждый солдат отдельно себя окапывал. Самое важное, что мы можем здесь найти, это бойцы и их металлеры. Мы их нашли. Фильм «Высота» — это смешение двух времен. Прошлого, где погибли сотни воинов, и настоящего, где работают поисковики. Алтайский отряд «Высота» приезжает в Карелию 8 лет подряд. Благодаря его работе покоя брели 25 останков безымянных солдат. Вместе с детьми дань памяти погибшим отдает и Елена Иванова, внучка Николая Варламова, повторившего подвиг матросова. Что может чувствовать человек, который в последнюю минуту вспоминает, наверное, и дом, и семью. Но слово «Родина» в те времена было превыше всего. Всю документальную картину покажут в Барнауле 6 сентября, накануне того самого боя 1941 года, который спустя десятилетия побуждает потомков вновь и вновь проходить уроки войны. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Ворбийские школьники подготовили патриотический ролик ко Дню Победы. К его созданию ребята отнеслись ответственно и даже прошли своеобразный практикум в сибирской медиагруппе. Здесь для них организовали экскурсию, во время которой дети смогли познакомиться с основами работы теле- и радиожурналистов. И теперь, с помощью гранта фонда Александра Прокопьева, ребята намерены улучшить работу радиостудии в собственной школе. Делать свое самое настоящее радио и телевидение. Эта мечта объединила учеников двух бийских школ 25-й и 3-й. К исполнению заветного желания шли долго, создавали, защищали проекты. И в итоге выиграли грант фонда социального содействия Александра Прокопьева. На полученные деньги приобрели современное оборудование. Гранты они свои получили, проекты реализованы, но эти идеи продолжают развиваться и наше общение продолжается. Поэтому сегодня ребята побывали в сибирской медиагруппе, наблюдали за работой профессионалов, можно сказать, перенимали опыт. Телевизионная студия, зеленый экран, суфлеры, по которым дикторы читают тексты. Побывать по ту сторону экрана признались ребята интересно, но куда заманчивее предложение попробовать себя в роли ведущего. Наша съемочная группа сегодня отправилась в рейд. Оценить, какие дороги в самом плачевном состоянии. Через телевизор это все кажется очень просто. Я думал, там стоит одна камера, какой-нибудь фон, и все очень просто. То есть никаких заморочек. А когда я побывал уже здесь, то я понял, что здесь огромное количество аппаратуры и очень много людей трузится всего лишь над одним сюжетом. Сибирская медиагруппа объединяет печатные телевизионные, радио и электронные СМИ. Каждая редакция вызывает у ребят неподдельный интерес. Задают вопросы, как устроен холдинг и взаимодействие между отделами. Как сделать, чтобы коллектив был единой командой. Кульминация практической экскурсии – запись ролика к 9 мая в радиостудии «Комсомольской правды». Война. Такое страшное слово, пропитанное кровью и слезами. Мы всегда будем помнить о наших прадедушках и прабабушках, отдавших свои жизни за то, чтобы мы не знали страха. Мы тоже хотим реализовать что-то подобное у себя в школе. Очень хочется, чтобы она была похожа на вашу. Новый опыт, убежденные ребята, им вскоре пригодится. Ведь в планах разные творческие проекты. Один из них – создание радиостудии, которая будет знакомить юных бейчан не только с новостями школьной жизни, но и всего города. Фонд Александра Прокопьева продолжает поддержку проекта по созданию школьного медиа-центра. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. Память погибших в Великой Отечественной войне сегодня широко чествовали в Барнауле. У здания Краевого МВД и Барнаульского юридического института прошло праздничное построение. Наша съемочная группа побывала на плацу вместе с несколькими тысячами барнаульских правозащитников. Техника военных лет и ретро-автомобили представительского класса. На плацу Барнаульского юридического института более трех тысяч человек. Практически все – молодые курсанты. Когда-то здесь стояли герои, которые в годы войны ловили банды, десертиров, заступали в партизанские отряды. Нам постоянно руководство говорит, что именно с этого плаца сотрудники выходили на фронт. Поэтому большое чувство гордости заполняют в душе. Сегодня осталось живых всего два ветерана войны, которые связаны с БИИ. Они участвовали в бомбардировках Будапешта, Кёнингсберга, Берлина и других городов противника. Сегодня, буквально после окончания торжественных мероприятий, руководство Барнаульского юридического института также выйдет к ветеранам нашим, которые сегодня не смогли участвовать в этих мероприятиях. Мы обязательно их поздравим, вручим подарки. А сотрудники краевого ГУМВД по традиции поочтили минутой молчания память погибших воинов и возложили цветы к мемориалу. На фронт из органов внутренних дел края ушли более тысячи человек. Еще 700 были направлены в блокадный Ленинград, особый отдел фронта, партизанские отряды. Более 360 из них не вернулись с войны. Прошу вас об этом помнить и всегда. Слава нашему народу! Не было ни одной структуры, я уже не говорю о том, что ни одной семьи, члены бы которой не воевали. Завтра сотрудникам придется нести службу в усиленном режиме. Именно от них зависит безопасность на улицах, концертах, при салютах. В охране общественного порядка будет задействовано более 3,5 тысяч человек. А вынести флаг победы на главном параде края доверено курсантам БИИ. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. В День Победы в крае состоится несколько сотен праздничных мероприятий. Самые насыщенные программы запланированы в городах. В Барнауле мероприятия начнутся в 9 часов утра с торжественного возложения цветов у мемориала славы. Далее в центре города откроют серию тематических площадок. Центром праздника по традиции станет Площадь Совета. Здесь пройдет построение войск Барнаульского гарнизона. Далее Бессмертный полк. Шествия с портретами героев запланированы также в Заринске, Рубцовске, Бийске, Олейске, Новоалтайске и ряде райцентров. Во всех районах края пройдут торжественные парады, концерты и спортивные мероприятия. Кульминацией Дня Победы станут фейерверки. 9 мая специальную тематическую площадку организует также Сибирская медиагруппа. В 17 часов в Октябрьском районе Барнаула на площади УДК «Трансмаш» начнется программа «Во имя мира на земле», в которой примут участие известные творческие коллективы города. Здесь же будут работать тематические фотозоны от партнеров. Можно будет выиграть памятные призы за участие в конкурсе от Банка «Восточный». Программа завершится в 22.30 фейерверком. И еще один материал, посвященный Дню Победы. В Барнаульской галерее «Универсум» сегодня открылась уникальная выставка. Автор работ – известный художник, участник Великой Отечественной войны Михаил Буткеев. Некоторые картины еще пахнут свежей краской. Последние штрихи были сделаны пару дней назад. Он помнит войну, но пишет исключительно о мире. Елена Кузовкина побывала на выставке. Михаил Буткеев в декабре прошлого года отметил 95-й день рождения. Известный художник, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня у него открылась персональная выставка. Уже невозможно сказать, какая по счету их было множество. К нашему огромному сожалению, автор этих картин в последний момент решил остаться дома. Сегодня у ветерана уже было несколько мероприятий. Поручил давать интервью своему сыну, музыканту Сергею Буткееву. Несмотря на то, что у него подвижность ограничена, но у него огромное количество этюдов. И по этим этюдам, как и большинство художников, он пишет большие картины. О войне отец вспоминает неохотно, говорит Сергей. В боях на Курской дуге Михаил Яковлевич был тяжело ранен. Более года провел в госпитале. Вспоминать вот эти вот трагические моменты ему не очень хочется. Ведь у него, собственно, ни одной картины нет, посвященной именно войне. Последствиям войны – да. Сейчас в мастерской Буткеева находится картина, которую Михаил Яковлевич завершит со дня на день. И это полотно обязательно добавят в экспозицию. Это тоже будет пейзаж, тоже мирное небо. Напомним, выставка ветерана войны народного художника Михаила Буткеева работает в Барнаульской галерее «Универсум» по адресу улица Димитрова, 66. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Спортивная новость. Десятки барнаульцев накануне собрались на парковке возле торгового центра «Арена». Несмотря на то, что сам центр не работает, все трансляции матчей сборной России по хоккею можно посмотреть прямо на улице на большом экране. Накануне здесь было многолюдно и жарко. Даже холодная погода не смогла помешать единению горожан. Говорят, что наши одержали победу над белорусами со счетом 7-0 именно потому, что болели от души. Место встречи хоккейных болельщиков в Барнауле не изменится и 10 мая. На этот раз соперник у россиян будет куда более сильный. Сборная Чехии болеем за наших. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Экосибирь» просто и выгодно. И в завершение выпуска прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края пасмурно, местами дождь, ветер умеренный северный. 7 градусов тепла ожидается в Алейске, Камни-на-Аби и Кулунде. 9 в Зминогорске, 12 в Белокурихе. В Барнауле ночью около 4 тепла, днем до 8 без осадков. А на этом у нас все. С наступающим вас Днем Победы и до встречи в эфире. Днем Победы и до встречи в эфире.